Я просто смотрю, на сколько всяких вещей вокруг происходит, и я просто понимаю, что всё, что связано с Богом, оно подвергается такому воздействию интересному, но нас невозможно остановить. Я хочу, чтобы у нас сегодня... Мне Иисус ещё в прошлый понедельник сказал одну тему. Она называется «Тело Иисуса». Тело Иисуса и я. Да, тело Иисуса и ты. И вы знаете, я так смотрю, что эта тема, она как бы... То, что мне сказал вообще Иисус с самого начала, это то, что он говорит, не надо придумывать своих проповедей, не надо придумывать своих откровений, просто бери мои слова и говори. Потом то, что сказал Иисус очень чётко, это то, что в этом теле, в этом собрании Иисус здесь. И нужно, и он сказал, что связь на протяжении, вот мы здесь два часа, на протяжении не меньше двух часов, присутствие Иисуса и слова Бога, они должны быть постоянно связаны с Иисусом, только с Иисусом, Его путями, Его делами. Если ты дружишь с Иисусом, ты понимаешь, вот может быть сто человек, ты со всеми дружишь по чуть-чуть, но когда заходит дело о чём-то, то ты не успел построить дружбу со ста человеками. Но если ты с одним подружился, с самым главным, не имей сто рублей, имей сто друзей. А я говорю, не имей сто друзей, а имей Иисуса, и будет и сто рублей, и сто друзей. Ну, я говорю, как бы вот, как бы по принципам Царства Божьего. Давайте помолимся. Дорогой Иисус, мы благодарим Тебя за то, что сейчас здесь, ты, Иисус, здесь, всякий вопрос, всякая жажда, всё, что приходит как неизвестность, всё, что оформлено как мечта или пустота, или несбывшаяся надежда. Я говорю, Иисус, Твоим чудесным именем Ты усиливаешь, благословляешь и укрепляешь своё тело. Господь, мы многого не знаем и не понимаем, но я знаю, что сейчас, с этого мгновения, прямо сейчас, Иисус, пророческое помазание очень сильное, и Дух Святой действует очень сильно. Я просто, знаете, как вижу сейчас в Духе, что вообще желание хоть какое-то есть, и сейчас оно как-то оформится сразу, как, знаете, ангел. Ангелы такие стоят на старте по сторонам, и говоришь, ну что ты хочешь? Я хочу, я, сразу тебе. Потому что это сегодняшняя тема, о чём мы сегодня поговорим. О теме, о церкви, потому что пророческое помазание. И настолько сильно Иисус не просто хочет благословлять нас, Он не может не благословлять, и если Он не благословит, то зачем тогда жизнь? Зачем тогда Вселенная? Зачем тогда всё живёт непонятно? Всё находится непонятно где. Но Бог и Его слова, Иисус, Отец и Дух Святой, их слова верны, Слово Господне верно. Вопрос такой. «Иисус и я, Иисус и тело, кто я в нём?» Вот кто ты? Вот Иисус и тело. Ты в теле, и кто ты в нём в Иисусе? Или же ещё проще. Какая связь и взаимодействие между Иисусом головой, семьёй, телом и церковью? Или же другой вопрос. Кем является церковь на земле вообще? Ну, по-настоящему, из первоисточника. Какие полномочия и власть у церкви? Что мы можем? Я даже не знаю, что мы не можем. Мы, наверное, можем всё больше, чем дальше. Какие права и привилегии у церкви? Какая ответственность? Какая власть? «Являюсь ли я церковью в Божьей семье?» Сегодня один человек меня спросил. Там проблема, какой-то диагноз поставили. Я говорю, ты вообще помолись Иисусу? Где твоё тело? Вот куда Он тебе скажет? Там человек за тебя помолится, и ты исцелишься? Мы сейчас как раз к этому подойдём. Кто я в Божьей семье, что и имеет этого? Вообще, кто-то может мне ответить на один вопрос хотя бы? Ну ладно, идём дальше. «Иисус мой Господь, и я служу Ему в теле?» Вопрос. Если Он твой Господь, и ты в теле, что ты там делаешь? Идём дальше. Моё посвящение и призвание в теле Иисуса. В теле Иисуса. Как вообще оказаться в этом теле? Хорошо. Давайте вспомним такие вещи. Колоссянам 1, 18. «Он Иисус есть глава тела церкви. Он Иисус есть глава тела церкви, начаток первенец из мёртвых, чтобы Ему во всём иметь первенство». Или ещё одно место. «Ефесянам 1, 22, и всё покорил под ноги Иисуса и поставил его выше всего главой церкви». Голова означает голова. Го-ло-ва. Голова. У всех есть голова. Если есть голова, значит, есть и тело. Есть такие казни, где отсекают голову от тела, и это уже считается нерабочим механизмом полностью. Если человека парализуют, это значит, что тело неуправляемо головой. Все импульсы, вся информация, которая расходится по телу, она идёт из головы и управляет. Обычно там говорят «пошевели пальчиком». Но ты услышал ушами, ты имеешь коммуникацию с человеком, с которым ты говоришь, импульс пошёл, и ты пошевелил пальчиком на ноге. Кто-то и умеет трясти пузом. Короче, всё идёт из головы опять. Идём дальше. И представьте себе человека. Ну, возьмём меня. Есть голова. Она думает. Она, ну, короче, хорошая вещь. А есть тело. У тела есть что? Руки и ноги. Разные органы. Да? Представьте себе, что рука вдруг по какой-то причине перестала слушаться голову. Или же рука пошла. Смотрите, ещё один такой момент. Смотрите, ещё такой момент. Смотрите. церковь и тело – это не совсем, не совсем, это не такая, знаете, медуза, которая склеена. Тело может расходиться и собираться вместе, но одновременно быть телом. Тело может быть, знаешь, как дьявол хочет поймать вот там жучка, и он так раз его накрыл, а он раз как – эти клеточки разбежали в сторону. А как их поймать? То есть, если враг захочет тебя поймать, они просто разошлись, их уже невозможно поймать. Они исчезли, их нас поймать невозможно. Но, опять же, вот, по поводу тела. Если есть обычное понимание тела, что отсечь руку, тело церкви – это немножко другое понимание. Там ничего отсечь невозможно. Оно либо может уйти и потеряться. Эта рука ушла, потерялась и заблудилась. Рука без головы не работает. Рука без головы потерялась. И поэтому само понимание тела, оно не такое, как обычно, как у нас. Ну, сердце не может пойти гулять, да, у обычного человека. А в теле Христовом может. То есть, и почка может уйти. Ну, если с головой проблемы, но так как у Иисуса нет проблем с головой, тело нормальное, адекватное. Идем дальше. Такой момент. Проблема. Откуда проблемы в теле? Что такое проблема? И 1 Коринфянам кто… Откуда проблема? 1 Коринфянам 11, 29, 31. Кто есть и пьет недостойно, тот пьет в осуждении себе. А дальше написано. Не рассуждая о теле Господнем. От того из вас, первое, немощны, больны и много умирают. Если бы вы судили сами себя, то не были бы судимы. А теперь задается вопрос. Кто не рассуждает о теле Божьем? Кто не размышляет? Кто вообще не вникает, что ты в теле Божьем? Из-за этого люди умирают, из-за этого люди болеют, из-за этого люди погибают. Когда Иисус говорил о причастии, Он говорил об… Знаете, этот момент, который четко показывает момент причастия, вопрос даже не в причастии. Вопрос, что причастие – это часть процесса тела. Ну, в теле происходит причастие. Это особый акт духовного завета и так далее. Но если я нахожусь в теле… Ты не сам по себе причастен к телу. Причастие – это прилагательное. Тело – это главное. Тело Иисуса – это главное. Это основная мысль. И представьте себе, я являюсь частью тела, и я не размышляю. Откуда болезни? Еще раз читаю. Кто ест и пьет недостойно, то пьет, то ест и пьет в осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Что такое недостойно? То есть недостоинство, потерял достоинство. Человек во грехе, человек что-то натворил, человек что-то замутил, человек что-то в своей голове, что-то какими-то странностями живет. Откуда болезни? Немощь, болезнь и смерть приходят от того, что человек… Помните, она не из Афира. Перед этим был один иудеянин какой-то там, он действительно продал дом и все деньги принес из колена Левина. Они решили утаить какую-то часть денег, и они пришли в собрание, он пришел, муж в собрание, они договорились с этой женой своей, и он говорит, вот мы продали. А часть денег утаили, но их задача была, чтобы они были как тот человек, мы продали дом и все деньги отдали, но часть отложили себе. А сказали, что все. Суть не в том, что они просто обманули. Он умер, она умерла. Когда человек в теле не размышляет, не понимает, в каком он теле находится, он просто может умереть. Святой Бог и нечистая, они рядом не соприкасаются, что-то должно умереть. Что такое болезнь? Болезнь – это пограничное состояние. Или человек покается, или человек исцелится и станет здоровым, или он умрет. То есть это нужно принимать решение. Если кому-то поставили диагноз – раковая опухоль, там, трон-тон-тон. Нет, ты определись. Или ты будешь продолжать умирать, или же ты начнешь, или ты вернешься в правильную здоровую позицию в теле. Хорошо. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Если человек не знает о своих условиях, привилегиях в теле Иисуса, у него могут быть серьезные проблемы. А теперь ставим противоположность. Вместо, если я размышляю о теле, вместо немощи я имею что? Силу. Вместо болезни я имею здоровье. Вместо немало умирает, я имею хорошую жизнь и хожу в благословение. Когда я размышляю о теле, когда я понимаю… Вы знаете, прямо сейчас такая атмосфера, когда это откровение о теле, оно начинает открываться, 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 открываться. И прямо сейчас я запрещаю всяким вещам отвлекающим, всяким вещам, которые пытаются каким-то образом помешать. Я говорю, Господь, Ты Бог чудный, и Твое присутствие и слава на все тысячу процентов здесь. Аминь. Все, поехали. Что значит размышлять о теле Иисуса? Вы помните, такой момент был, что Иисус умер, Иисус был похоронен, и Иисус воскрес. Самое главное, с чего все начинается – кто-то за меня умер, кто-то страдал и умер, и кто-то воскрес. Это Иисус. То есть сам факт – ладно, страдал, ладно, умер, ладно, похоронен, но Он воскрес. На земле ненормально, когда кто-то оживает. Это не естественный процесс. Естественный процесс – умер, и все, и до свидос. До встречи, там, где там, когда-нибудь. Он воскрес, и Он сейчас живой. И Он, Иисус, является, сейчас мы придем к этому, единственным, кто в Троице имеет физическое тело. Вы помните, что, как бы, кто-то помнит фильм «Страсти Христовы» – Иисус страдал телом, но в Гефсиманском саду было страдание души Его. И все это мог перенести только Его Дух. И когда… Добрый день. И когда идет речь, и когда речь идет об теле Иисуса, которое страдало. И вы помните первый тот стих, о котором я говорил о том, что «Кто ест, ты пьешь, недостойно, и не рассуждая о теле Господнем». Если я не размышляю о том, что Иисус умер за меня, страдал, и то, что Он воскрес из мертвых, если я об этом не рассуждаю, я просто могу заболеть. Меня могут обворовать, потому что придет страх, и я могу умереть. Еще раз читаю. «Не рассуждая о теле Господнем, от того из вас многие немощные, больные, немало умирают». Напоминаю вам, братья Евангелия, которое благовествовало вам, которое вы приняли, в котором и утвердились, которым спасаетесь, если преподаны, удерживаете, как я благовествовал вам. Если не только не тщетно уверовали, я первоначально преподал вам, что и сам ты принял. Первое. Христос, помазанный, умер за грехи наши по Писанию. Он, Иисус погребен, был похоронен. И третий воскрес, в третий день по Писанию. И из этого тела выходила кровь, кровь Завета. Я еще расскажу, мы сегодня говорим, я говорю сегодня о теле Иисуса. В теле есть кровь. Иисус умер, воскрес из мертвых. И когда Он воскрес из мертвых, я говорю вначале, Он стал головой. Иисус есть голова тела. Через кровь Иисуса, я не буду говорить, кровь Иисуса это отдельная тема, очень длинная, я не буду о ней говорить. Но я говорю так, произошло то, что голова приобрела тело. Те, кто поверят в Иисуса, они становятся телом. Те, кто доверяют, те, кто каким-то образом нарвался на Иисуса в своей жизни, и Он родился свыше, и Он посвятил свою жизнь, и Он в собрании, Он стал телом. И у Него начинает мозг работать в том направлении, чтобы Он начал размышлять. Я в теле, я в деле Божьем, куда я иду, что со мной может быть, что со мной не может быть, что лучше для меня. Когда я в теле, я уже не могу быть просто обычным человеком, просто делаю, что хочу, иду, куда хочу. Я попадаю в волю Божью, и если я попал в волю Божью, я либо у меня все будет четенько, либо все пойдет как-то не так, ну, сильно не так. Поэтому кто не размышляет о теле Господнем, ну, немало умирает. Не только во время причастия, просто в церковь приходит человек, грешит, и он может просто умереть. Сейчас просто времена милости, либо Духа Святого не подпускают, чтобы человек не умер. Что-то происходит такое, да? Но мне кажется, что все-таки церковь должна, в ней должна подняться такая температура, чтобы люди не могли грешить. У них не получалось грешить. Если у них получилось грешить, они попадают в хороший поток Слова Божьего, и у них просто, они каются, изменяются. То есть в теле болезни, они не должны долго находиться. Я заметил одно явление. Вдруг что-то заболело там, да? Или что-то, потом смотрю, есть такое себе, заболело, потом успокоилось, потом прошло. Но если я буду думать, что заболело, и думать о плохом, и будет тут, и оно запустится, и будет болеть. Ну, как бы не… Так и в теле. Какой-то процесс прошел. Еще один момент, скажу вам очень коротко. Я заметил одно такое явление, что когда я, общаясь с людьми достаточно негативными, не то что негативными, а не очень такими приятными, я после этого, через некоторое время чувствую себя не очень, даже не бодро. Но когда я общаюсь с людьми активными, сильными, у которых есть цель в жизни, даже я физически чувствую активность хорошую. То есть в нас попадает информация, которая каким-то образом провоцирует в тебе хорошие процессы, либо негативные. Деяние 20.28. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа, которую Он приобрел кровью Своею». И по поводу приобретения. Я просто смотрю, знаете, здесь такие сильные места, я сейчас на них смотрю, и они меня, ну, как бы накрывают, и я стараюсь все успеть. И я, как была я, которую Он приобрел кровью Своею. Церковь Господа, которую Он приобрел кровью Своею. Мы, ну, смотрите, какой момент. Вот я тело. И Он меня, я даже, я не могу, мы тело, но мы необычные физически, мы можем разойтись, можем сойтись. Но Он купил меня своей кровью. Идем дальше. Церковь и ее функции. Тело Иисуса и его семья церковь. Тело Иисуса. Первое Коринфянам. Я думаю, что эти места, они просто сработают чуть позже. Тело одно. Первое Коринфянам 12.12. Но имеет многие члены. Все члены одного тела. Хотя много составляют одно тело, как Христос. Я просто задаю вопрос по отношению, ты себя сейчас, кем чувствуешь, кто ты сейчас, где ты, в какой части тела, какая ты часть. Задавай сам себе вопрос, проверяй, где я в теле, задействован ли, не задействован, проблемная часть, либо благословенная часть, нейтральная часть, либо нужно посвящение, где я, в какой части тела, куда, где я окажусь с этим телом, куда, ну, если, ну, задавайте эти вопросы. Все мы одним духом крестились в одно тело. Одно тело. Иудеи, иелины, рабы, свободные, все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, у нас разные, разные части, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу телу, потому что не рука, то неужели, ну, это все такое, я даже не читаю дальше. Если ухо скажет, там тоже какие-то там противоречия. Если глаз там захочет сказать что-то такое. Я вообще считаю, что если ты в теле Божьем с Иисусом, и ты глаз, куда ты можешь деться? Ну, просто Павел показал такой пример. Ну, они, видимо, расслаблены были полностью, чтобы два глаза пошли погулять. Ну, такое, то есть, ну, для меня не читабельный момент. Но Бог, но Господь Иисус, Отец, расположил члены каждого в составе тела, как Ему было угодно. Теперь наблюдай, где ты и кто ты. Если бы все были один член, то где было бы все тело? Один мозг, мега-мозг, да? Или одно ухо, или один глаз такой с руками. Но теперь членов много, а тело одно. Вот сейчас мы кто? Ты кто? Вика. Я тело. Я тело. Нет, ну мы тело. Ну, конечно, что тут не понять? Ну, элементарно. Не может глаз, это я уже не читаю так. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. Вы знаете, какой интересный момент? Я заметил, что вначале собираются не самые умные. А потом приходят более крутые и навороченные люди. Качественные. Да, но о них нужно больше попечения. О них нужно больше заботиться. О них нужно, их нужно беречь, как бы вот какие-то там. Да. Есть люди фундаментальные, они как камни. И об них там море может разбиться, об них может еще кто-то разбиться. Но дальше уже должно быть все. Вот эти вот есть люди, которые, как бы фундаментальные люди, с которых все начинается. «И неблагообразные наши более благовидно покрываются». Так это я не читаю. «Но Бог соразмерил тело, внушив менее совершенным большее попечение, чтобы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член, страдают в нем все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Вы тело Христово, а порознь части. Органы, голова, руки, уши, ноги. И другой момент. Если ты в теле, Ефесянам 4,25, отвергнув ложь, говорить истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг к другу. Ефесянам 5,30, потому что мы члены Иисуса от плоти и костей Его. Сейчас я говорю, наверное, простые очень вещи, но, опять же, я тебе задаю вопрос. В теле какой ты механизм? Что ты там делаешь? А говоришь ли ты правду сам себе? Может, ты в иллюзиях каких-то живешь? А может быть, ты действительно такое благословение, что просто сам не ожидаешь? Аминь. Тело подчиняется... Есть принципы взаимоотношений в теле. Несколько дней назад я говорил о людях, которые являлись как служители, которые в теле. Кто помнит? Которые и... Хорошо, поехали дальше. Хорошо, принципы взаимоотношений. Ну, понятно. Знаешь, о чем мы вчера говорили? Я все помню. Даже вопрос... Ничего страшного. Тело подчиняется главе Христу. Принципы взаимоотношений. Ефесянам 5.21. Повинуясь друг другу в страхе Божьем, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Потому что муж есть глава жены, как Христос глава церкви. Он же спаситель тела. Здесь, знаете, такие насказательные принципы. Еще раз скажу. Мы не тело, которое сросло с чем-то, ну, мясом. Мы можем разойтись, прийти, уйти. Но это и различия между мужчиной и женщиной, они не могут разорваться почти. Они все... Ну, как бы... У них есть коммуникация, у них есть отношения. Здесь же совсем другой принцип. Еще раз. Христос глава церкви, Он же спаситель тела. Когда мы вместе... Вы помните, что было вначале? Когда мы вместе... Анжела пришла и говорит... Если есть одна спичка, даже две спички или три... Будет сильнее огонь. Не то, что будет сильный огонь. Мы такие же, мы со всех сторон собираемся. Иисус говорит, я вас благословляю только потому, что вы собраны во имя Мое. Сеете вы, не сеете. Есть у вас деньги? Нет у вас денег? Я готов вас благословлять. Бесплатно. Много. Со всех сторон. Сейчас. Любой вопрос. Любая проблема. Тотчас. Почему? Потому что ты в теле. А в теле не задается вопрос, кто кому должен. Сеешь ты много. Сеешь ты мало. Есть у тебя деньги. Нет у тебя мозгов. Или они есть. Вообще не имеет никакого значения. Когда ты в теле, Он есть полнота, наполняющая все во всем. В теле не может быть. В теле Иисуса не может быть болезней. Не может быть проблем. Если в теле не исцеляются болезни, это не проблема Иисуса. И это тело, наверное, куда-то убежало от головы. Тело безголовое. Бегает по городу и кричит. Аллилуйя. Только, ну, рот, короче, убежал в другую сторону. Ладно, идем дальше. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. О, макабу. Вы представляете, много людей. Повинуется Иисусу. А тут одна жена повинуется... Вообще абсолютно... Ну, как это соединит? Как множество людей могут починить? А здесь же... А здесь получается, что это как Божья семья. Это все родственные отношения. И здесь родственники... Это как... То есть одно слово семья. 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 Это... Да. Семья. И сколько бы их ни было, папа сказал, надо идти. Они все идут, у них нет... Ну, если они адекватные. У них вопросов нет. Так и тело, церковь, семья, она... Это, знаете, как... Это, наверное, самая счастливая часть людей на земле. Еще один... Вы знаете, что церковь... Это вообще немецкое слово. Церк, церк, там, цирк и так далее. Но на самом деле есть греческое слово, экклесия. Оно конкретно переводится как высшее собрание семьи Божьей. Особенных людей. Это как... Ну, попроще, как мафия. То есть элита общества... Это собирается лучшие из лучших. У них очень крутая, сильная родословная. Они очень успешные. Это вообще люди, которые... Там эти мормоны отдыхают. У них везде свои люди. У них везде... Во всех сферах общества. Они могут прийти туда и натворить все, что они хотят. Экклесия, церковь, семья Божья, у нее вообще нет ограничений. Вообще невозможно. Ее вообще невозможно ограничить. А слово ограничить церковь в таком... Безмерное величие его могущества в нас, верующих во действие державной силы его... Ну, мы сейчас придем к этому. Тело Иисуса. Так, ты тело Иисуса или ты... Вика, ты куда? Ты тело? Химащи бороку бусыра лая. Да. Чтобы осветить ее, очистить баню водную посредством слова. Здесь русский перевод про баню. В греческом слове баня не существует. Это как, знаете, как облако. Облако славы, такое приятное, сияющее, искристое, которое проникает. И ты как весь янтарь, не это вот, серебряное сияние такое, искрисся, как от бриллианта. Ну, вот это вот что-то в этом роде. А в русском баня. Ну, слава Божья и баня близки, наверное. Чтобы поставить в себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-то подобного, чтобы она была святая и непорочна. Так и должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящие свою жену, любить себя самого. Вообще здесь, вы представляете, что от нашей семьи, вот церковь, семья, в которой мы находимся, здесь вообще, ну, выхода нет уже. Уже никуда, семья, все, уже попались. Семья. Ой, ё-мак, обущери. Дальше. Никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как Господь церковь. Питает и греет. Ну, что-то надо кому-то. Сейчас просто такой питает и греет, как свою церковь. Иисус Мак. А где сейчас, вот сейчас измерение, где мы находимся? Мы сейчас эти два часа, это драгоценные два часа, в которых, когда мы собраны, готовы происходить любые чудеса. Любые, любые. Я говорю, что для твоей головушки, чтобы голова успокоилась, и мозг встал в свое русло, и работал в режиме Божьем, воле Божьей. Правильно ты говоришь, что Иисус здесь и сейчас, но все равно существует исповедание. Иисус, я хочу этого. Я желаю этого. Ну, все уже, конечно, Иисус уже даже, ну, кто-то скажет, он уже приходил, пришел, он уже в тебе. Ну, для кого-то он обязан прийти, для нас он уже внутри нас. Уже надо просто пахать, пока тело работает, пока жизнь есть для царства. И я, ну, еще раз напомню вам один случай, эту формулу. Если вы хотите заработать денег на какой-то работе, даже если она очень хорошо оплачиваемая, вы просто потратите свою жизнь, и вы ничего не успеете. Поэтому нужно обязательно каким-то образом вам договориться с Иисусом. На работу ходить надо, зарплату получить надо. В этом есть какой-то тоже такой божественный принцип. Но если вам нужно что-то серьезное, вы хотите что-то купить, это к Нему. Он оплатил все, 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 все. Если ты в церкви, вы знаете, что не существует такого понятия, церковь такая или церковь такая. Церковь, семья одна, везде. Одни говорят, не ходите туда или ходите туда. Это не имеет вообще... Она везде. Если там Иисус, я туда пойду. Но если там нет Иисуса, то есть головы нет, то надо ломиться оттуда. Ну, как бы, ну, понимаете, да? Это же адекватные мысли. Хорошо. Потому члены Его тела... Потому что мы члены Его тела от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человека отца и мать и прилепится к женистям, и будут одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю это по отношению ко Христу и церкви. В этих стихах заложено намного... Я сейчас просто говорю это все как информацию. Но здесь намного больше откровения, которое бы ушло несколько часов, чтобы просто разобрать это откровение. Ну, вы знаете, да? По тетрадке. Пошел, 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 пошел. Оно просто открывается очень сильно. И получается, что во многих местах, где идет речь о церкви, там идет речь, там идет слово тайна, секрет. Тайна, секрет. Что-то сокрытое, что-то спрятанное. Тело Иисуса – это место Божьей любви и заботы. Ифисянам 4, 15, 16. От которого, то есть от Иисуса, все тело, составляемое, совокупляемо посредством всяких взаимовскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получая приращение для созидания самого себя в любви. Ну, Павел так, или переводчики закрутили, но очень сильная мысль. Все тело, соединяемое, отношения, связи, общения, взаимоотношения, и все это в божественной совершенной любви. Не в человеческой «люблю, ненавижу», нет. Такая «хух», постоянно и всегда. Слава Иисуса. Ума, щи, короба, сери. Иисус. «О, Иисус, Твое тело прекрасно!» Специальные особые люди в служении теле Божьем. Иисус управляет и ставит людей в Своем теле. Деянием 20, 28. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Святой Дух поставил вас блюстителями, пастит Церковь Господа и Бога, которую Иисус приобрел себе кровью Своею». «Дух Святой поставил вас блюстителями». То есть, в Церкви... Представьте себе такой момент. Вот человек, но еще есть такое понятие не просто Церковь, о Дом Божий, семья, тело Христово, но все это, по сути, одно и то же. И тело Иисуса. То есть, это как бы все одно и то же. Внутри, если мы берем... Я вам говорил, как работают люди в теле. В теле, в Церкви Божьей, в теле, внутри, там есть особый механизм. Есть люди, когда приходят, они думают, что все так устроено, а внутри есть механизм. Там есть служители, там есть свои... Как я понимаю, домоуправители, свои люди, которые что-то делают. Они делают постоянно, они готовятся, они что-то строят. И когда люди приходят, стол накрыт, все красиво, все оплачено, всем комфортно, ничего не сломано, все работает, все очень четко. Что происходит? Тело Иисуса, оно сделано из четырех видов людей, которые совсем маленькие, которые уже подросли подростки, юноши и отцы. Но также Бог ставит для... из этих типов людей, из двух, из трех вот этих типов людей, основных, Бог ставит служителей. Апостолов, пастырей, учителей, пресвятеров, евангелистов. Ну, все эти пять... я сейчас их прочту. Поэтому получается, что в самом теле есть структура управления. Итак, Иисус поставил, Ефесянам 4.11, одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырами, иных учителями. 1 Коринфянам 12.28. Иных Бог поставил в церкви. Во-первых, апостолами, пророками, учителями. Иным дал силы чудодейственные, дары исцеления, испоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары, все ли говорят языками, все ли толкователи. Ревнуюте о дарах больших, я вам покажу путь превосходнейший. Внутри тела, внутри церкви, Бог поднимает каких-то особенных людей. Апостол – это крутой человек? Очень серьезный. Евангелист. Откуда они там берутся? Как происходит в этом теле несовершенном, вот в этом городе? Мы – куча несовершенств. Но когда мы находимся здесь, несовершенство превращается в наши плюсы. Минус превращается в плюс. Добавляется еще одна палочка. Небесного направления. Когда ты направлен к Богу, твой минус становится благословением. А ты есть? Я не нравлюсь мужчине. Я нравлюсь. Побудь с Иисусом. О, отходите от меня. Не, ну я к тому говорю, что ты будешь нравиться. Я не к тому говорю, что… То есть я просто сказал пример к тому, что любая проблема, которая у тебя есть, если ты обращаешься к Иисусу, она из минуса превращается в плюс. Когда ты обращаешься к Иисусу, тогда любая твоя проблема – любая. То есть фактически чудеса, ну у меня такое ощущение, что они, знаете, вот по сторонам, как такие фейерверки. Если ты не дергаешь же ниточку фейерверка, фейерверка не будет. Если ты не потребуешь своего чуда, славы не будет. Уже все, готово, дернет. Я хочу Иисусу самое лучшее в своей жизни. И в теле очень много Бог поднимает очень сильных, гениальных людей, которые направлены к Богу на созидание, а не на разрушение. Идем дальше. Власти, полномочия церкви. Те, кто в теле, имеют тело. Иисус и все братья имеют величайшие властные полномочия, но почти их не используют. Вот, обратите внимание, что сегодня свидетельств, но они как будто вспышлены. То есть, то нет. То чуть-чуть больше, то вообще отсутствует свидетельства. Почему? Как так получается, что Иисус постоянный, а мы по каким-то горкам лазим, то лучше, то хуже, то лучше, то хуже? Я говорю, что прямо сейчас. А мне кажется, что свидетельства есть всегда. Просто суета, и мы этого не замечаем. Правильно. Я говорю, что вот здесь, вот здесь, вот хлопушка, фейерверка, бах, и чудо сразу будет. Они все рядом, они все есть. Здесь вопрос состоит в том, ты, Иисус, где? Ты, Иисус, где? Смотрите, вот смотрите в простой момент. Вот я, Эдик. Мне задается вопрос. Эдик, ты где? Я в теле. Хорошо, ты в теле. А если ты вне тела, ты сможешь с Иисусом договориться? Смогу. Но сложно. То есть, это какой-то, знаете, экстремальный случай. Какой-то, ну как это сказать, не все в порядке. Ну, аварийный, будем так говорить, случай. А если я в теле, даже если я не очень нормальный, ну, как бы, не очень хороший у меня образование, нигде не учился. В школе получал двойки. Но мне не так было, я учился, и в школе у меня не двойки были. Не образование? Да, но не важно. Не важно. Иисусу не важно. Он готов тебя благословить. Не важно, какой ты. Даже себе не хватает образования. Он тебе образ в голове правильный сделает. Но по образу и по образу Божию. Адам не заканчивал никаких университетов. И зебр назвал, и они адекватные. И жирапов, и слонов. И у них у всех активировались программы божественные. Если бы он назвал слона змеей, то слон бы, ну, никак не, ну, он бы начал повзор. То есть Адам, он нигде не учился, и у него были вот такие мощные потенциалы. А это говорит о том, что когда ты в теле, ты можешь даже без образования быть на очень высоком уровне. Ты можешь с ним обо всем договориться. Вы знаете, в чем прикол? Когда люди выходят на улицу, они начинают смотреть. У него такой успех, потому что такая машина. У него такой результат, потому что это у этого третьего. Мозг начинает играть, эти игры разума начинаются. Вместо того, что ты теряешь фокус на Иисусе. Ты хочешь поговорить с Иисусом, а уже думаешь, что ты хочешь что-то купить. Да не хочешь ты ничего купить, поговори с Иисусом. А люди уже привыкли, и от этой привычки постоянно мозг работает, что надо заработать. Надо что-то купить. Это чтобы получить бесплатно от Иисуса, как-то с ним поговорить. Но и дьявол, конечно, работает в свою работу. Чтобы ни один из нас, чтобы мы все забывали, чтобы он нас не получал. И да, смотрим на телефон, сколько времени? 17.15. Я могу сам сказать вам. Идем дальше. Мозг воспринимает? Марин, ты в теле? В теле. Голова не болит? Нет. Хорошо. Дальше идем. Ефесянам 1.23.22. Все покорил под ноги Иисуса и поставил Иисуса выше всего главой церкви, которая из тела полнота, наполняющаяся во всем. Ефесянам есть такая молитва 1.21.23. Я сейчас ее прочту, и мы в конце будем ей молиться. И просвети глаза сердца нашего, чтобы мы познали, в чем состоит надежда призвания Его. Какое богатство, славное наследие Иисуса для нас, для святых. Как безмерно величие, могущество Иисуса в нас, верующих по действию державной силы Его. Иисуса, который Отец воздействовал во Христе, воскресисывал из мертвых, посадил Одесную себя на небесах, превыше всякого начальства, власти и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Иисуса, и поставил Иисуса выше всего главой церкви, которая из тела Его наполняющая все во всем. Тело Его, полнота, наполняющая все во всем. Кто глава? А ты кто? Благословенное тело Христова. Еще один момент, 1 Тимофея 3,15. Апостол Павел говорит, если замедли, чтобы ты знал, как поступать в Доме Божьем, который есть столб и утверждение истины. И еще одно место, это все очень мощные пророческие места, вы приступили к горе Сиону, граду Бога Живого, небесному Иерусалиму, тьмам ангелов, торжествующему собору церкви первенцев, написанных на небесах, и к судье всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства и ходатаю Нового Завета Иисусу. Столб и утверждение истины. А теперь я задаю вопрос, в Одессе, как это может быть? Если человек тупой, ну не острый, он пропустит это мимо ушей. Столб и утверждение истины. Это похоже, знаете, вот такие столбы стоят, как памятник матросу, но оно как бы стоит и возвышается. Или этот ваншафт церкви православной, да? Они высокие, чтобы их было видно в каждом районе, и в центре они постоянно. Зачем? Это столбы, где люди смотрят, крестятся и вспоминают о Боге. А теперь я задаю вопрос, если мы тело, то кто ты в этом городе? Столб, то есть какой-то влиятельный, влиятельный, невозвышенный, какая-то башня, я не знаю, которое имеет влияние на всех, странное, сверхъестественное влияние на все. Причем правильное, от истины. Что они? Не. Стоп. Чего? Дальше. А теперь. Горей Сиону, Граду Бога Живому, Небесному Иерусалиму, тьмам ангелов. Тьмы ангелов, они на кого работают? На семью. А не суть служебной духи, посланной на служение святым. Я задаю тебе вопрос. Сколько у тебя ангелов задействовано? Приблизительно. Не знаю. А ты подумай. Тьма? А может быть очень мало, потому что нет у них работы. Потому что в теле непонятно, что происходит. Ну, в теле, в голове, с Иисусом. А Иисус говорит, я тебе дам ангелов, служебный дух. Что делает? А в то время, когда Петр был в тюрьме, церковь прилежно молилась. Как она молилась? Господи, если будет воля Твоя. А когда пришла эта девушка, когда Петр пришел, открыла служанка, они не ждали. Она приходит им и говорит, пришел Петро. Она говорит, в своем ли ты умею? Молитвенники, да? Но они молились на языках. И Дух Святой работал в них. И они ходатайствовали воздыханием неизреченной по воле Божьей. Так, чтобы Петр был освобожден и вышел. Церковь, когда она молится, она не говорит, Господи, отпусти вне. Она молится на языках, в пророческом духе, открывая священные писания. Но тогда они еще не понимали этого механизма. Это не молитва. Господи, если есть воля Твоя, благослови меня, пожалуйста. Или как-то. Они просто... Дух Святой молится. Как мы молимся? Я перевожу, как Дух Святой молится. Они начинают молиться. Всемогущий, великий Бог, сотворивший небо и землю. Наш сын Твой, раб Твой, Петр, сейчас в тюрьме. Дух Святой молится. В тюрьме. И ныне Господь. И ныне высвобождая ангелов, которые откроют темницы. И сохранит всех. И выведет Его ангел специальный. И приведет Его на свободу. Семью, и будет свидетельство славы Иисуса. Это они так молились на языках. Миссия Церкви. Функции тела Христова, Семьи, Церкви, Дома Божьего, на чем на земле созидать Царство Божие. 1 Тимофея 3.15. Если замедлю... Так, это я уже читал. Даниила 11.32. Люди, чтющие своего Бога, усилятся и будут действовать. И разумные из народа, вразумят многих. Люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. И разумные из народа, вразумят многих. Люди Божьи – это люди силы Духа Святого. И сказал Иисус. Матфея 28.18.2. Дана Мне всякая власть на земле, на небе, на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына, Святого Духа. Учая их соблюдать все, что Я повелел вам. И Я с вами во все дни, до скончания века. Иисус сказал им. Дана Мне всякая власть. Дана тебе все, а у нас очень нас принимает. Ну, все, бываем. Продолжаем. Хорошо. Так, про власть никому не интересно. Пропускаем. Я шучу. Я шучу. Кому дана власть? Зачем? Чтобы ее применять. Хорошо. Давай, применяй. Ты в теле. Да. Вот дождь уже никуда не слышала. Тебе дана власть. Дождь, прекратись. Нет, хорошо. Давайте практиковать. Давайте. Кому дана власть? Власть дана в имени Иисуса? Да. Как она проявляется? Не власть. Можно кому-то что-то приказать? Да. Свою. Свою приказать. Кому? Без права. Все. Всем. Давайте как про Михаилу. Любой ситуации. Любой ситуации. Правильно. Давайте конкретную ситуацию. Конкретную ситуацию прямо сейчас. Какую ситуацию. Любую ситуацию. Какую ситуацию. Все даю вам власть наступать на всю силу врага. Что противостоит твоим благословениям? Стоп. Благословения есть? Да. Почему они не приходят? Сейчас. И через пять минут. Значит, кто-то должен разрешить или кто-то должен запретить. Надо применить власть. С примером с Петром. Давай. Какую? Четыре. Хорошая? Тебя поделил что такое? В каком районе? Как стоит? В какой микраке? Ну, хорошо. Мако рабочий. Все. Мако рабочий. Мако рабочий. Послушайте. Послушайте. Вы не купите квартиру. Она может быть только подарена. Либо не идет наличка. Так. Не выдумывайте мне это. Я вам знаю. Оно легко. Чем больше цена, тем легче приходит. Потому что это уже мозг не мешает. Он нащипал тоже. Тебе святок. Тебе. Иисус, ты сказал, что двое, трое, собрано, а имя вдвоем. А мы нигде не собраны. Мы уже в теле твоем сейчас. И прямо сейчас здесь я говорил, что есть желание, мечты, которые каким-то образом не исполнились еще. Я говорю, Иисус, ты знаешь прежде нашего отношения. Говори не то, что ты хочешь, а то, что тебе нужно. Сколько комнат? Какая планировка? Какой спектр район? Ну, в какой объем? Чем больше ты говоришь деталей, тем больше вера. Иисус. Вот, даже не надо добавлять. Булва кампиш. Я пока вам говорю, мне самому надо. Я уже определил. Я просто говорю. Иисус, я так благодарен тебе. Я тебе уже показал район. Какого периметра. Я благодарю тебя за то, что это не новый фонд, но это качественный, крепкий фонд. Исторический. Исторический. Марко Боширь. Во имя Твоего Иисуса. Я благодарю тебе, что утром солнце, солнечно, и вечером. Марко Боширь. Марко Боширь. Амин. Марко Боширь. Амин. Марко Боширь. Амин. Амин. Марко Боширь. Мы в теле, которое нахрекаем друг друга от головы. И мы в тело, да? Но есть голова, да? Как, где голова? Надо говорить, поговорить с головой. Но главное. Мы делаем паузу одну минуту на разговор с Иисусом. Я за счет. Миссия и влияние Церкви от Иисуса. Мы получили благодать и апостольство покорять все народы в вере. Иоанна 3,8. Для того явился Сын Божий, чтобы разрушать дела дьявола. Иакова 5,14. Миссия, чтобы люди исцелялись. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвятеров тела Церкви из Дома Божьего. И пусть молятся над ним, помазав его и леем во имя Иисуса Господня. Римлянам 1,16. Там идет речь о домашней Церкви. О том, что эти собрания маленькие и домашние, они очень важны и они укрепляют. Я хочу вам сказать видение, куда мы идем, какое направление и очень коротко. Видение Иисуса здесь. Первое. Это спасение людей. Как этот механизм работает. Семья для спасенных, благоустройство, попечение, обучение, ученичество. В итоге сильная дисциплинированная личность, служение, лидерство, влиятельность на внешний мир. То есть человек вначале спасается, исцеляется, там всякие моменты. И вот все, с чего начинается, то есть он входит в ученичество, он дисциплинирует себя. Через некоторое время он усиливается. У него появляется свидетельство. Вы знаете, очень важный момент. У тебя должно быть свидетельство. Я уже об этом говорил. Знаете, что есть у Форока? У него есть одна вещь. Свидетельство. Больше ничего нет. Только свидетельство. Вот это свидетельство, оно располагается... Это значит, что у каждого из нас должно быть свидетельство. Есть вещи, где можно взять что-то в пример. Иисус покажет. Многие говорят, я буду свидетельствовать. Вот это знание, что Иисус любит тебя. Если у тебя есть свидетельство сильное, ты скажешь эти слова, они сработают. А если ты просто скажешь, они могут не сработать. У тебя должно быть что-то, чем ты можешь поделиться с людьми. Еще какое должно быть свидетельство. Когда ты людям расскажешь, как тебя благословил Иисус, тогда вообще вопросов нет. Они будут слушать Евангелие и записывать конспектированное. Понимаете? А то, получается, ты говоришь, а у него больше денег, чем у тебя. Ну, на данном этапе. И здоровье больше здоровья. Типа, да. Ну, типа он больше. Идите, слушайте. Ага. Ну, да. Но это я все... Ну, факт. Существует такое. А знаете зачем? Это чтобы мы понимали, что Бог хочет нас поднять лучше и больше. У нас должно быть настолько лучше, что даже у кого супер хорошо, у нас все равно лучше. Да. Да. Это свидетельство. Должно быть свидетельство. Потому что мы, знаете как, я говорю так, вот мы разойдемся, но все равно ты будешь в теле Иисуса. Как ты себя ведешь. Если ты ведешь себя неправильно, будешь болеть, будут проблемы, будут в теле, тебя будет колбасить постоянно в теле Иисуса. Пусть приходить в церковь, по-любимую. Да, меня не... Нет, я скормлю там, ну, что-то проходит какой-то бред. Понимаете? Это все не то. Когда ты приходишь в тело, ты ходишь с Иисусом, тебе все с Иисусом нравится. Все, что Он тебе говорит, делает. У тебя все получает. У тебя все хорошо. У тебя все складывается, установка, у тебя все хорошо во имя Иисуса Христа. Да. Видение. Спасение людей. И вторая часть. Созидание тела семьи Иисуса и Его Церкви. То есть, когда люди спасаются, они попадают, как глина, на завод, перерабатываются, и получаются дорогие чашки, тарелки, гашки, металлы. Ну, какие там очень ценные вещи. То есть, вначале выходит сырье, они там перерабатываются, и выходят дорогие продукты, дорогие люди, очень ценные. Вначале у нас в этом камень, а выходит красивый аромат. Прикинь, золотой унитаз. Вот, круто. Золотой унитаз не представляет. Я там говорю, знаете, что есть у Парукова? У него есть одна вещь. Свидетель, больше ничего нет. Только свидетель. Вот это свидетельство, оно располагается... Это значит, что у каждого из нас должно быть свидетельство. Есть вещи, где можно взять что-то в пример. Иисус покажет. Многие говорят, я буду свидетельствовать. Вот, а ты знаешь, что Иисус любит тебя. Если у тебя есть свидетельство, сильное, ты скажешь эти слова, они сработают. А если ты просто скажешь, они могут не сработать. У тебя должно быть что-то, чем ты можешь поделиться с людьми. Еще какое должно быть свидетельство. Когда ты людям расскажешь, как тебя благословил Иисус, тогда вообще вопросов нет. Они будут слушать Евангелие и записывать конспектированное. Понимаете? А то, получается, ты говоришь, а у него больше денег, чем у тебя. Ну, на данном этапе. И здоровье больше здоровья. Типа, да. Ну, типа он больше. Идите слушать. Ага. Ну, да. Но это я все... Ну, факт. Существует такое. А знаете зачем? Это чтобы мы понимали, что Бог хочет нас поднять лучше и больше. Он должен быть настолько лучше, что даже у кого супер хорошо, у нас все равно лучше. Да. Да. Это свидетельство. Должно быть свидетельство. Потому что мы, знаете как, я говорю так, вот мы разойдемся, но все равно ты будешь в теле Иисуса. Как ты себя ведешь. Если ты ведешь себя неправильно, будешь болеть, будут проблемы, будут в теле, тебя будет колбасить постоянно в теле Иисуса. Пусть приходите в церковь, это аллилуйя. Да, меня Иисус... Нет, раскормит, а ну что-то проходит какой-то бред. Понимаете? Это все не то. Когда ты приходишь в тело, ты ходишь с Иисусом, тебе все с Иисусом нравится. Все, что Он тебе говорит, делает. У тебя все получает, у тебя все хорошо, у тебя все складывается, установка, у тебя все хорошо, во имя Иисуса Христа. Да. Видение. Спасение людей. И вторая часть. Созидание тела семьи Иисуса и Его Церкви. То есть, когда люди спасаются, они попадают, как глина, на завод, перерабатываются, и получаются дорогие чашки, калеки, гашки, унитазы, ну какие-то очень ценные вещи. То есть, вначале выходит сырье, они там перерабатываются, и выходят дорогие продукты, дорогие люди, очень ценные. Прикинь, золотой унитаз. О, круто. Золотой унитаз не перечисляю. Ну, я шучу-то. Говорит, а есть в доме разные горшки? Да. Говорит, а я золотой унитаз. Но я не хочу быть. Я не унитаз. Не золотой. Да, я просто сусуд Божьей славы. Ладно, идем дальше. Ну, дальше. Ну, что такое унитаз? Это когда тебе в голову говорят всякую ерунду. Мусор, всякий вот этот навоз, который, и ты открыт, и ты открыт для всякой ерунды, и так далее. Это так не должно быть. Люди не должны тебя грузить своим мусором. Хочешь поговорить? Давай мы помолимся. Давай я благословлю тебя. Давай я тебе скажу вещи, которые тебя вдохновят. Не слушайте мусор. То есть не становитесь золотыми унитазами. Что такое? Деяния. Да. Ну, хорошо. У тебя будет золотая кастрюля. Это мечта. С бриллиантами, с бриллиантами на ручках. Прикинь, что не надо? Просто варенье будешь делать там. Да. Варенье надо будет там. Да ладно, идем дальше. Кстати, знаете, есть такая мысль, золото – это металлстрадание. Металлстрадание. Ну, есть такое. Поэтому на земле, поэтому на небе по золоту ходит. По золоту. А на небе, а на земле носит. Ну, как бы, ну, есть, есть своя такая тема, туда не ходим. Идем, все, подводим итоги. То есть, я рассказал видение, то есть, спасение людей, создание тела семьи Иисуса и его церкви. То есть, вникая в себя в учение, возлюби ближнего, как самого себя, служение, пример жизни, совершенствование, возрастание. То есть, это вторая часть. Если ты спасся, будь в теле, что-то делай. Спасся, будь в теле, что-то делай. И будь совершенствующий и так далее. Если ты ничего не делаешь, ну, так. Церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом, деянием 16.5. Церковь, Иисус, мы благодарим Тебя за то, что вы знаете, что мы сегодня молились. И голос был по всему. Я слышал, что голос Духа был, как проникал во все края Одессы. И люди в Духе слышали, не то, что даже приглашение, а внутренний призыв идти домой, приходить в тело, приходить в тело. Будут тут пророчества. Такие... Мы туда молились, если у нас стали, можно? Можно, да. Говори, давай. Когда мы молились, то вот здесь помещение достаточно теплое, только, да? Ну, не сильно, но опасно. А я видела, что здесь... Ночная версия сайта. Это сайта была, потому что всем делом нужно было очень много ангелов. Аминь. Таких и сейчас мало больше. Масу. Аминь здесь есть, но кто-то, мне, все это было, всего дело такое, все походить. Вот эти, как один ангел, когда выходил, один ангел вообще может у тебя все время. Аминь. С крыльями, знаешь как? Очень между прочим. Пушистыми. Хорошо. Вы знаете, из церкви появляются великие божьи герои. А теперь вопросы. Отношения в теле, здоровье в теле, болезни в теле, благословение в теле, слава и влияние в теле Иисуса, жизнь, призвание в теле Иисуса и так далее. Я не буду говорить сейчас некоторые детали, мы подводим итог. Итог. Я хотел сказать некоторый механизм, но чувствую, что позже, когда-нибудь позже. Итог. Иисус, голова, а мы тело. Давайте повторяйся за мной. Иисус, голова, а мы тело. Единые, послушные, посвященные Иисуса, любящие друг друга, превращенные духом Христовым, в семью Божью, любим, уважаем и помогаем друг другу, находясь в теле Божьем, усиливаюсь и влияю. Аминь. Еще один момент. Внутреннее, вы знаете, помните, я говорил, домом молитвы на речо. Все, что связано с пеплодом, это всегда Иисус и разговор с ним. Музыка, это значит, Иисус и разговор с ним. О чем-то мы говорим, Иисус, человек, направляет в общем-то, намеря Богу с ним. Иисус и разговор с ним. Это дом молитвы, это означает, что любой вопрос, который тебе возникает, ты обращаешься к нему, получаешь ответ. Не тебе, но может помочь человеку, но опять же, это опять подача. Поэтому, когда мы молимся, когда мы молимся, то все, что происходит, произошло с утром, происходит просто невероятное. Насколько ты допускаешь, что когда мы молимся на языках, ну, допустим, дико молится на языках, идут святые люди, одну сферу, на которой есть чудеса. Кто-то из вас молит, другая сфера, кто-то из вас молит, еще сфера, кто-то еще в разных сферах, происходит чудеса. Ты внутри себя. Если ты не допускаешь этого, это может произойдет, потому что ты молишься, но ты просто об этом не узнаешь. И тебе будет сказано, что моя молитва, это просто молитва. И каждая молитва на языках дичь, если ты не дышишь. То есть ты ходишь перед Богом, она работает, ношу, для естественного, готова говорить массу чудес, дольше, здесь и сейчас. У нас есть молитва, Эфесянам 1.16. Я буду молиться сейчас за нас всех. Если хочешь, повторяй, но Аллилуйя. Эфесянам 1.16, Эфесянам 3.14, я ее знаю наизусть, но я могу ее прочитать также. «Непрестанно благодарю за нас Бога Отца, вспоминая о нас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, высвободил еще больше славы Духа премудрости и откровения к познанию Иисуса и просветил глаза сердец наших, чтобы мы познали, в чем состоит надежда призвания и какое богатство славного наследия Твоего Господь для нас, для святых, и как безмерное величие могущества Твоего в нас, верующих по действию державной силой Твоей, которой Ты, Отец, воздействовал в Иисусе Христе, воскресив Его из мертвых, посадил одесну из себя на небесах превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только веки этом, но и в будущем. Ты все покорил под ноги Иисуса и поставил Его выше всего главою Церкви, которая из тела Твоего, полнота, наполняющая все во всем. Я поклоняюсь Тебе, Господь, и Твоим именем, Иисус, от Тебя именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Ты дал нам по богатству славы Своей крепко утвердиться Твоим двухом во внутреннем человеке. Верую Тебе, Иисус Христос, вселиться в сердца наши, и мы укорененные, утвержденные в Твоей любви могли постигнуть со всеми святыми, что широта, долгота, глубина, высота, и уразумели превосходящую разумение и любовь к Христову помазанную, чтобы нам исполниться всею полнотою Божьей, Господней, Отца, Сына, Духа Святого. А Тебе, Господь, действующую в нас силою, Ты можешь сделать несравненно больше всего, о чем мы просим или мечтаем. Тебе, Господь, слава в Церкви, во Христе Иисусе Господе нашим, во все роды, от века и до века. Аминь. А теперь у меня к Вам вопросы. Иисус и Я, что нас объединяет? Иисус и Я, что нас объединяет? Или кто нас объединяет? Иисус и Я. Одно тело. А что ты сомневаешься? Что значит размышлять о теле Господнем? Что значит размышлять о теле Господнем? Вы помните это место от того, кто находится в греке, находясь в теле Божьем, он просто умрет? Или будет процесс уничтожения, но его деградация, или завершение, как для этого вы говорите? Когда ты находишься, ты должен всегда понимать, что вопрос вообще не в грехе. Если ты упал, встал, ты в теле. Никто, Иисус не вспоминает, согрешил. Есть ли у тебя осуждений? Нет. Ты в теле. Ты благословлен. И Бог планирует, если ты покаялся, Он планирует так же, чтобы ты рос, как и до твоего победы. Его вообще не интересует осуждение, твои депрессии, какие-то твои состояния. Если ты в теле, и у тебя все нормально, ты растешь. Как правильный. Сильно, мощный. Никто не может себя осмотреть. Еще раз спрашиваю. Что значит размышлять о теле Господнем? Если ты в теле, ты должен быть все хорошо, с голубой, стерильным, без дневной информации, без странности, без глёстких поступков. Ты должен быть чистым. Даже не должен быть чистая прибыль. Быть с Иисусом, это самое... Кто говорит, бизнес-школа? Быть с Иисусом, это лучшая бизнес-школа. Все должно получаться. Солен, бомбард, тысячу процентов. Просто не ходи на сторону мира и не живи вещами этого мира, который пытается обдалить исполнение вещей Иисуса. То есть Иисус хочет тебе дать, а мир говорит, нет, я хочу тебе дать как-то по-другому. Размышляй о теле. Вспоминай сегодня, я скину какие-то места. Вспоминай о теле, просто вспоминай. Я в теле. Мне нельзя по-другому. Мне нельзя соскочить в другую сторону. Мне нельзя получить обеспечение от этого мира. То есть мир должен... Мир обязан служить в церкви. Все богатства мира обязаны служить в церкви, которая проснула. В церкви это тело Иисуса. Весь мир обязан служить телу Иисуса. Я могу доказать, у нас нет времени. Какая я часть тела Иисуса? Какая ты часть тела Иисуса? Может быть, тебе нужно сделать запрос Иисус, какая я часть тела Иисуса? Где я? Пальчик на месте. Что ты там делаешь? Кающиеся грешники. Какая ты часть Иисуса? Я играю роль кающихся грешников. Чтобы все знали, что у нас каются люди. Да. Я свидетельствую постоянно одно и то же. Ладно. Какая ты часть тела? Делка. Ну, может быть, ты спросишь у головы. Полный центр. Надо поговорить с головой. Да, да, да. Иисус, а я кто лучше? О, короче. Знаете, я был в один раз... Ну, не один раз. Да, я здесь. Приносит девушка мне какой-то, 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 какой-то вкусный. Ну, что-то я не помню. Там должна ложь. То ли зама, то ли что-то такое. Она мне принесла ложку. И я говорю, девушка, так вкусно все ароматно, так все у нас чутно. Да, да, да. Я говорю, я хочу вас угасить. Не, нам не положено. Не, я хочу все-таки вас угасить. Ну, пожалуйста. И так она такая... О, я поняла. Ну, нормально. Поэтому задай вопрос Иисусу. Кто ты в теле? Может, ты... Боже мой Бог? Нет. Почти-почти, да. Понятно? Иисуса, кто я? Действительно, кто я? Может... А ты знаешь, что когда ты спросишь, ты получишь свидетельство? А свидетельство потом станет... Когда ты скажешь, оно будет влиять на людей, оно будет работать. Следующее. Отношения между нами в теле Иисуса. Вот наши отношения в теле Иисуса... То есть, неправильные они вообще исключаются даже... Даже не вернуется к... Отношения дружбы, заботы, внимания, чуткости, осторожности. Ну, как вот любовь к телу. Любовь милосердствует, у меня, короче, москвит, мы завидуем. Она ищет как дать больше, чем взять и так далее, да? Какая твоя власть на основании того, что ты в теле Иисуса? Какая твоя власть? Все и во всем. Все даю вам власть. Наступать единобилем. Я говорю, я не помню. Нет, это в речи в том, что я понимаю. Я понимаю. Он иисус говорит, я даю вам власть. Все, что разрешите, разрешите. На всякий нечистый дух, на всякой болезненной, на всякими вещами, которые пытаются остановить тебя. Я задаю вопрос. Почему благословение каким-то образом тебя сегодня не порадует? Потому что кто-то, оно не прошло, потому что кто-то удержал. Хлеб насущный подавай нам на каждый день. Каждый день чудеса. Каждый день чудеса. Каждый день чудеса. Каждый день чудеса. Ты каждый день кушаешь? Аминь. Ты каждый день кушаешь, да? Это не чудо. Что все переваривается, все так нормально, а потом идешь в одно место в смирении. Золотой элементарий. Да, и ты понимаешь, что ты человек святой. И снова ты святость ходишь, туда выходишь, и снова кушаешь. Это чудо? А если не будет работать в 5-4-й день? Значит, нужно чудо. Получается. Зачем мне проблема? Получается, и зачем мне проблема? Мне нужно чудо, когда проблема, а когда у меня все хорошо. У меня, когда у меня, знаете, у меня был момент, когда сильно ушли деньги. И сильно много ушли, и ушли так, что у меня осталось 4 гривна. Ну, кто-то не на прошлом, а кто-то не на прошлом. И так я так... Ну, я, знаете, что скажу, что когда у меня есть деньги, я славлю Иисуса намного лучше, чем когда их у меня нет. В любви есть парады. Но когда у меня все хорошо, мне легче его славить, я просто хожу как наркоман. Но вот у меня, постой, вот. Я все, я в нем, я в нем. Вообще. Поэтому... По поводу власти определились? Да. Давайте встаем. Благодарим. Не говоря вообще, Иисус, для меня и власть. Для меня и власть. Для меня и власть. Для меня и власть. Иисус, я очень власть. Благодарим Тебе за то, что все, что дьявол удерживал с этого момента, я беру в власть в Твоем имени. От Тебя, Иисус, исходит с силой, я Твоим именем Иисус Христос беру в власть и говорю, что все, что дьявол пытался украсть с утра, я постанавливаю, что прямо сегодня до конца дня приходят возможности и чудесные благословения, чудеса постоянно, Иисус. Я говорю, Господь, Ты Бог, и свидетельство Твое не заканчивается, свидетельство Твое постоянно. Я говорю, Господь, не родственники наши, которые что-то не понимали, вдруг начинают понимать и разумеют вещи, которые на уровне чудес. Иисус, я благодарю Тебя за то, что люди, которые вообще не имели в виду, что им нужно каяться, они начинают размышлять о Тебе, Иисус, и приходит слава и чудеса. Иисус, спасение, Иисус, 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 Иисус здесь. Я прошу, чтобы вы сами молились сейчас Иисусу. Иисус, я благодарю Тебя. Я прошу Тебя, чтобы было истолкование, было пророчество, было видение, было четкое понимание ответа. Я говорю, это в прошедшем времени, это происходит сейчас. Я умоляю и прошу Тебя, Иисус, чтобы никогда материальные блага, успех и благословения не испортили никого из этого. Чтобы мы были сохранены и хранили сердце Свое. Мы любили Тебя больше всех, всех благословений. Любить Тебя, Иисус, больше всех. И днем, и ночью, и вечером, и утром. Иисус, все самое лучшее, что только может быть любви от Тебя. Я говорю, Господь, это все. Каждая сфера жизни, каждая сфера, где Ты, Иисус, должен быть. Я говорю, Господь, ополняйся. Повнота, там, где было непонятное, там, где было неустройство. Я говорю, устройство и порядок в теле Твоем, в наших семьях, в наших родственниках, во всех сферах, где мы. Там благословение Твое. Там благословение Тела Христова. Устройство и благословение. Устройство, благодать. Иисус, макар, рабочий. Аминь. Спасибо Тебе, Иисус. Благодарю Тебе, Иисус. Аминь. Халлелуйя. Я скажу Вам, это тяжелая тема вообще. Потому что, когда идут благословения, мозг начинает просто прыгать в разные стороны. Но когда приходит благословение, ты его либо имеешь, либо имеешь. И нет этого благословения. Субтитры создавал DimaTorzok